Всем привет! У меня сегодня новое видео. Очень часто меня спрашивают о том, какой бы аромат ты посоветовала подарить такому-то, либо такому-то человеку. И начинает описывать человека, что этот человек такой-сякой, столько ему лет, вот то-то он любит. Это очень сложно, и у меня есть не то что заготовленные ответы на такой случай, просто есть те ароматы, которые я знаю, что они подойдут многим людям, понравятся многим людям. Но в этом видео я бы хотела от противного подойти к этой проблеме и рассказать вам о тех ароматах, которые я не советовала бы дарить. По крайней мере, не советовала бы дарить, если вы не точно знаете, что человеку понравится. Если вы, например, дарите аромат человеку, которого знаете либо поверхностно, либо точно знаете, что человек не очень увлекается парфюмерией, и просто аромат, обычный аромат, который можно найти в магазине, в парфюмерке, этого будет достаточно. В общем, сейчас по мере того, как я буду рассказывать, я буду вам показывать, буду вам объяснять и обосновывать, почему я так думаю. Итак, начнем с первого аромата. Тут у меня все стоит, микс всего. В общем, к чему рука тянется, то первое и беру. Ниша. Наверное, если вы покупаете аромат человеку, которого вы не знаете, либо, начнем так, наверное, покупать аромат человеку, которого вы не знаете, я бы вообще не стала. Максимум, что я бы сделала, это подарила подарочную карту в магазин на какую-то сумму. Человек потом сам решил, нужен ли аромат, либо может быть помада, либо пудра. Но если уж вот решили, решили, что нужен аромат, наверное, от ниши я бы все-таки отказалась. У меня есть видео, я оставлю на него линк, где я рассказываю, размышляя о том, что я люблю больше нишу или люксовые ароматы. И вы поймете, почему я от ниши отказалась бы. Но, если вы от ниши не хотите отказаться, если вы хотите купить эдакое, то есть все-таки некоторые ароматы, от которых я бы отказалась. Итак, наверное, я бы не стала покупать именно вот нишевую нишу, которую нигде нельзя купить, кроме как в нескольких магазинах, ее нельзя не потестить, ее нельзя не поменять. То есть это те магазины, которые сами делают свои ароматы. И как пример у меня вот такой вот аромат от Schloss Parfumerie, который я покупала в Германии, в Штутгарте. И этот аромат замечательный, он очень-очень хороший, он мне очень нравится, он очень яркий, очень красивый, цитрусовый, я обожаю такие ароматы. И я понимаю, что этот аромат может теоретически понравиться многим, но все-таки в покупке кому-то такого аромата я бы отошла, потому как это ну слишком уж нишевый аромат, это уж слишком нишевая ниша, о нем толком ничего не прочитать. Человек вот получит этот аромат, да, откроет его, посмотрит, интересно, пойдет в интернет посмотреть, что же это за зверь, и не найдет ровным счетом ничего. Найдет только сайт этой парфюмерки, на котором есть, рассказано об этом аромате, и все. То есть отсутствие информации в данном случае может быть расценено некоторыми людьми, как, ну, так вот, скажем, что аромат, наверное, не очень интересный, не очень хороший, и, скорее всего, не очень ценный, и не в плане денег, а просто вот в плане запаха и самого аромата. Поэтому от такого аромата я бы все-таки, я бы все-таки отказалась. Еще от какой ниши я бы отказалась? И я бы, во-первых, отказалась от той ниши, которая, ну, слишком уж нишевая ниша, которая не раскрученная ниша, или у которой очень такие какие-то странные ароматы, есть ароматы с запахом пороха, ароматы жженых покрышек. Вот от этого всего я бы отказалась. Если вы только стопроцентно не знаете, что человек мечтал об этом аромате, вы его нашли, вы ему купили этот аромат и подарили. Я бы также отказалась от нишевых ароматов, которые слишком закрученные. Здесь у меня есть аромат, который подходит под эту категорию. Он не то, что слишком закрученный аромат, это тот аромат, у которого какие-то очень разносторонние о нем мнения. Это крещение огнем от Lutens. Этот аромат я разнашиваю дома. Это у меня домашний аромат. Но я понимаю, что таких людей, как я, мало, чтобы дома вот такой аромат носить. Некоторым людям чудится действительно порох, чудятся какие-то медицинские штуки, дрюки, еще там что-то. У меня абсолютно этого не налито. Я иногда читаю и думаю, это об этом аромате разве? Это совершенно замечательный аромат. Здесь о нем рассказывают, что это как бы пряничный человечек. В общем, это вот Рождество. Ну, для меня это вот действительно аромат пряность. Но из-за того, что очень много таких вот... Кому-то он не нравится, кому-то нравится, кому-то пряник, кому-то доктор, кому-то еще какая-нибудь фигня, от такого аромата я бы тоже отказалась, потому что вы не знаете, как его воспримет человек. И человек его может воспринять именно как доктор. Что ты мне... Зачем ты мне доктора подарила? Либо вот специи, пряности. Это такие вещи, которые могут или очень нравиться, или очень не нравиться. И все-таки, например, когда мы дарим аромат, мне бы, например, очень хотелось, чтобы тот человек, которому я дарю аромат, чтобы он им пользовался, чтобы он ему нравился, чтобы он его хотя бы иногда выводил в люди. Я не хочу подарить аромат человеку, чтобы он просто стоял у него дома на полочке и там доживал свои дни. Поэтому от таких вот ароматов, которые очень сложно воспринять, либо можно воспринять очень двойственно, я бы тоже отказалась. Какие ароматы из ниши я бы рекомендовала, я сделаю в отдельном видео. Отдельное видео будет о тех ароматах, которые я бы хотела... О которых я бы хотела вам рассказать, и которые я бы, наверное, вам рекомендовала на покупку. Далее. Я бы абсолютно точно отошла от моноароматов. Если только вы не знаете, что человек, которому вы дарите аромат, ему очень нравится апельсин. И вы ему дарите апельсиновый моноаромат. И тогда все в порядке. Моему соседу очень нужно делать сейчас ремонт. Очень. Понимаете? Именно сейчас. Поэтому я бы отказалась от таких моноароматов. И здесь не речь о том, что... Не речь о том, что аромат недорогой. Это аромат от... От монотеме. Заклинила. И этот аромат стоит... Если вам не повезёт, вы его найдёте за 17 евро. Это если вам не повезёт. Если вам повезёт, вы его найдёте евро за 12-13. То есть аромат очень, очень бюджетный. Аромат действительно замечательный. Это зелёный апельсин. Зелень апельсина. Действительно, вы чувствуете зелень цветочков апельсина. Отличная вещь. Во-первых, здесь двойственная такая вещь. Человек может подумать, что... Не всем людям интересен именно запах. Очень многим интересно внимание. И некоторые люди оценивают ваше внимание в денежном эквиваленте. То есть для них подарок, аромат за 20 евро и аромат за 100 евро, это два разных подарка. И дело здесь именно в деньгах. Не секрет, что за 20 евро можно купить замечательный аромат, который за 100 евро вы купите просто какой-то очень лёгкий компотик. Это действительно так. И время, которое вы потратите на поиск аромата за 20, очень хорошего, и того, что вы пойдёте просто в магазин, в парфюмерку бездумно, возьмёте первый с полки, даже несоизмеримо, вы на первый аромат потратите гораздо больше времени. Гораздо больше времени вы потратите именно на поиск, на изучение предмета. Но очень для многих людей внимание значит деньги. И им будет гораздо приятнее получить аромат, который стоит 150 евро, чем тот, который стоит 40 евро. Несмотря на то, что опять, как я уже сказала, ароматы могут быть по красоте несоизмеримы. Вполне возможно, что за 30 евро можно купить полную хрень, а за 140 отличный аромат. Это всё работает и в другую сторону тоже. Ну, многим людям, я сейчас не берусь, я не осуждаю, это личное дело этих людей, многим людям действительно важнее получить более дорогой аромат. Именно поэтому от подобного аромата я бы отказалась. Во-первых, он стоит недорого. Во-вторых, это всё-таки моноаромат. Если мы говорим о моноароматах, вот у меня есть Blue Mediterranean от Acqua di Parma. Это амальфитанская фига. Этот аромат тоже стоит недёшево. 30 мл у нас стоит 65 евро. И это просто моноаромат моей любимой фиги. Я очень люблю фигу. И, тем не менее, это моноаромат, но тоже, несмотря на то, что стоит он дороже, во много раз, особенно если вы возьмёте не 30 мл, как у меня, потому что у меня был большой набор из 30 мл, а, например, 50 или 150 мл. Он будет стоить гораздо дороже, но это всё равно останется моноаромат. То есть от моноароматов я бы отказалась, в принципе, несмотря на то, что... сколько они стоят. Особенно, если они недорого стоят. Далее. Я бы совершенно намеренно отказалась от ароматов, от известных людей. От певцов, исполнителей, всяких-всяких разных танцовщиц, актрис. Отказалась бы. По двум причинам. Первая причина. Очень многие люди думают, что певец, композитор или кто-то там ещё просто не сможет создать хороший аромат. И абсолютно игнорирую ту часть, что, скорее всего, этот человек, известный Карамату этому, имел только лишь одно прикосновение, когда он его пришёл, протестировал то, что ему уже дали готовые пробирки. Пожалуйста, выбери, что тебе надо. То есть, скорее всего, этот человек к созданию-то и не прикладывал руки. Отказалась бы я по той ещё причине, что человеку, может, не нравится именно этот певец, актриса. Поэтому покупать и дарить ароматы, вот, типа, как Леди Гага, очень многим она нравится. Мне очень нравится. Очень многим мне нравится. Я бы не стала. Я бы не стала ни Бритни Спирс, ни Мадонну, ничего. У них есть совершенно замечательные ароматы. У Джессика Симпсон тоже у неё есть классные ароматы. У Элизабет Тейлор. Но я бы не стала покупать ароматы от известных людей. Какими они ни были бы красивыми, интересными. Но вот на подарок нет. Также я бы не стала дарить ароматы... Вам, наверное, интересно, что бы ты тогда стала дарить. Видео будет, я вам обещаю. Не стала бы дарить ароматы марок, которые делают одежду и те марки, которые оперируют в недорогом, в middle-сегменте. То есть H&M, Zara, ароматы от Дизегуаль, например. Вот у меня есть здесь совершенно замечательный экземпляр от Дизегуаль. Я его обожаю. Это замечательный аромат. Он мне достался по сущим копейкам. Но это замечательная фигня. Это сатиновые секреты от Дизегуаль. Это супер аромат. Ребят, в нём ничего нет лишнего, в нём ничего нет раздражающего. Он, если вы взять и перелить в нишу какую-нибудь бутылку, вы подумаете, что это ниша. Он реально очень классно сделан. Но тот человек, который посмотрит аромат от Дизегуаль, аромат от La Perla, аромат от Zara, H&M, есть действительно хорошие ароматы. Это действительно так. Но первая же, конечно, ассоциация это с тем вот магазином одежды, где вы взяли этот аромат. И, в общем, тоже нет. Именно поэтому, как бы хороший аромат не был, я бы от этого отказалась. Ещё один, это уже тип аромата, который я бы не стала. Это вот ароматы абсолютно без привязки к тому, что это за аромат. Это аромат масла. Чёрный мускус от Body Shop. Мускус. Это масло. Вся проблема в том, что, ребята, это масло. Оно замечательно пахнет. Это замечательный аромат. Совершенно ни в какое сравнение не идёт с тем моим любимым белым, который сняли очень-очень давно. Там аромат просто был шедевральный, шедевральный. Несмотря на то, что стоил он очень дёшево от Body Shop. Но он был супер. Так вот, масляный аромат всё-таки это очень на любителя. Немногим людям нравится вот этот вот ритуал. Вы берёте вот это вот, откручиваете, берёте потом вот этим вот, этой штучкой стеклянной тыкаете в себя. Многие люди просто не используют масло. Многие люди не понимают, как использовать это масло. Ну и что тут греха таить? Гораздо удобнее взять вот аромат, взять вот его, распылить на себя. Всё. Гораздо более удобно, гораздо быстрее, чем вот эта вся хрень. Поэтому от масляных ароматов, а они есть у многих марок. Есть у Dior. Есть масляные ароматы у... У кого ещё я видела? У Shiseido. Очень у многих. Но всё-таки я бы это оставила на тот случай, если вы точно знаете, что человеку нравится этот аромат. И у человека есть этот аромат, есть какая-нибудь банная линия, всё-всё-всё. И вы нашли масло с этим ароматом, вы его тогда можете подарить. Я уверена, что этот подарок будет более чем приятным сюрпризом. Далее. Не стала бы я ещё дарить ароматы в неудобном формате. Частично это относится вот к этой штучке с маслом. Но сейчас я говорю всё-таки о рулонах. У меня это Poison Girl Unexpected. Здесь тоже такая вот маслянистая жидкость. Здесь вот такой вот рулон. То есть вы берёте вот этим вот шариком, просто возюкаете себе по руке, по ноге, по голове, куда хотите, в общем, и как хотите. И, в общем, остаётся у вас запах этого аромата. Такой формат я бы тоже не стала дарить, потому что, ну, не всем это нравится. Я сама купила этот аромат для себя. Мне был просто интересен подобный формат у Dior. И я не скажу, что я уже очень как-то им пользуюсь. То есть, ну, я использовала там немного, но мне не очень нравится эта вещь. Даже ещё потому, что... Упал. Даже ещё потому, что всё-таки шлейфа нет от таких ароматов. Мне нравится, чтобы от запаха был шлейф, чтобы он меня окружал. Отказалась бы я от ароматов унисекс. Вы знаете, что я люблю Кевин Клайн, я люблю вот эти вот Кевин Клайн 1, Кевин Клайн B, Кевин Клайн Summer. Я обожаю эти ароматы. Этот Summer у меня... Я даже не знаю, какого это года. Ох, какой он классный. Я не знаю, какого он года. Я внизу оставлю все названия всех ароматов, поэтому вы посмотрите. Но я бы отказалась, потому что немногим людям, немногие люди поймут, как это так, аромат с кем-то ещё делить. Тем более, немногие женщины могут оценить те ароматы, у которых есть мужские ноты. Немногие мужчины смогут оценить, что вы ещё можете этот аромат с кем-то разделить, там, с женой, с подругой, с сестрой. То есть, от подобных ароматов я бы тоже отказалась. Если только человек, которому вы дарите аромат, вы не знаете... Вы знаете, что он 100% обожает ароматы Кевин Клайн. И, например, вот у него нет в коллекции именно той версии Кевин Клайн Summer, которую вы нашли. Тогда это, конечно же, очень ценный, очень хороший подарок. Также я бы не стала дарить ароматы, которые сняты с производства. Опять же, я в Снайфе, как по минному полю, к каждому слову нужна оговорка, потому что люди есть такие, которые не так понимают и начинают потом строчить всякое. Так вот, не то, что плохо дарить снятые ароматы. Если вы знаете, что человеку очень нравится этот аромат, что он его давно искал, либо он им пользовался, и вы его нашли, этот аромат, а его уже нет. Это, конечно же, будет тот подарок, который человеку принесет массу счастья. Но если вы нашли, например, аромат Тендер Джазмин от Ив Роше, абсолютно рандомно выбрал этот аромат, его уже нет в продаже. Он на некоторых сайтах Ив Роше, в некоторых странах, еще есть в отсеке распродажа последние экземпляры. Но этого аромата в магазине вы уже не найдете. И как бы этот аромат мне не нравился, а он мне очень нравится, я бы его не подарила из-за боязни, что этот аромат и этот подарок может быть расценен, как был у нее в загашнике аромат, решила вытащить из загашничка и подарила. Либо купила где-то на каких-то скидонах и подарила. Ничего плохого в этом нет, еще раз объясняю. Но просто для некоторых людей действительно им очень важно, чтобы вы пошли в магазин, купили без скидок, без ничего, приложили чек, вы сказали, вот тебе подарок. Есть такие люди и, опять же, никого не осуждаю. Но именно те вещи, которые уже сняты, они могут быть расценены, как, по какой причине сняли, не пошла, не пошла, может быть, эта линия ароматов, не было популярно, либо было неинтересно, либо еще что-то. В общем, снятости нет. От снятости я бы отказалась, если только вы не знаете, что ваша подруга гонялась за этим ароматом, вы его нашли, либо у вас в загашнике есть, и вы припасли специально для нее, для какого-то там праздника, вы решили этот подарок ей сделать, тогда, конечно же, это тот подарок, который ей очень понравится. Но если мы говорим просто о подарке человеку, то снятости тоже нет. Еще даже по той причине, что вы не знаете, сколько реально этому аромату, как он хранился, где он хранился, дабы избежать просто неприятных моментов. Может быть, аромат уже стухнет к тому времени, как вы его откроете. И еще один аромат, я бы избегала подобных подарков, если только, опять же, вы не знаете, что ваша подруга очень любит этот аромат, и у нее есть вся серия, и вы наткнулись на этот аромат, а он еще и с блестяшками, с блескушками, с шиммерками. Вот. Это у меня кортье, это у меня украденный поцелуй от кортье. И я не знаю, так будет видно или нет, это блескушки. Блескушки, которые вообще по всему аромату сияшки. Эти сияшки, их очень видно, их очень видно на волосах, на коже, на теле. Все-таки, если вы только не на 100% уверены, что человек оценит блескушки, сияшки, я бы поостереглась таких ароматов, потому что немногие люди могут понять подобного рода. У меня была эйфория от Кевин Кляйн, вот с такими блескушками, это было шикарно, мне это очень нравится. Опять же, этот аромат тоже мне очень нравится. Но в качестве подарка у меня так вот, ну да, нет, не знаю, не знаю. Я бы остереглась все-таки его дарить, если только, опять бы, не была бы уверена на 100%, что подарок в точку. Еще один аромат, опять же, в нем нет абсолютно ничего плохого, я его люблю, он у меня есть в коллекции, я его обожаю. Я бы остереглась покупать подарки в Эрбористерии, то есть в тех магазинах, которые, натуральные магазины, те, которые продают натуральную косметику, парфюмерию. Это Эрболарио. Натурального здесь, я так думаю, очень мало, но тем не менее. И это Эдера, замечательный аромат, очень-очень классный. Если только, если только ваша подруга не любит Эдеру, не хочет вот этот вот аромат, и тогда, конечно. Но покупать аромат в Эрбористерии, ну, я не знаю. Мне бы этот подарок очень понравился, но я понимаю, что очень многим людям Эрбористерия и вообще вот эти вот магазинчики натуральной косметики, они могут немножечко такой странный вкус, привкус оставить. Поэтому нет, наверное, нет. Если вы, если уже вот совсем уж точно не знаете, что именно этот аромат человек хотел, тогда нет. Тогда я бы не купила. И еще одна вещь, но здесь, как таковой аромат, он имеет второстепенное значение. Я сейчас объясню, почему. Я бы, наверное, остереглась покупать ароматы в странных бутылках. Я сейчас вам это покажу. Это Ансуи. Вот такой вот аромат. Аромат шикарный. Аромат называется Богемская ночь. Вот так вот он выглядит. Он действительно очень-очень классный. Аромат супер. Но эта бабочка, она раздражает даже меня, ребят. Именно поэтому этот аромат стоит у меня в коробке. Это настолько кич, что просто больше кич невозможно. Но если у вас есть подруга, которой нравится вот такая вот эстетика, которая, которая может это оценить. Аромат здесь, повторяюсь, шикарный. Здесь вот даже черные розочки. Понимаете, насколько это все круто сделано. Сам аромат шикарный. Сама даже бутылка. Я прекрасно понимаю, что в нее вложено много мыслей. Много по времени делали. Здесь очень классное стекло. Все хорошо сделано. Но многих людей отталкивают вот такого рода вещи. Бутылки странные. Они могут быть тем элементом, который скажет точно нет. Этот аромат я не покупаю. Также, и мы оставляем этот аромат в качестве примера. Я бы остереглась покупать ароматы на подарок тех брендов, которые не на слуху. Здесь у нас Анна Суи. И вы его знаете? Этот аромат. Или этот бренд. Я его знаю. Люблю. Но немногие знают. И опять же, очень многие люди ценят, когда им дарят что-то интересное и что-то заезженное. Что-то, то, что на слуху, то, что все знают, то, что они знают. И, например, Chanel и Dior. Я уверена, что есть очень-очень много людей, которым будет намного приятнее получить тот аромат, от которого уже оскомина набита у всех. Чем вот такой вот приятный, очень хороший, действительно классно сделанный аромат, но от бренда, который неизвестен. Причем здесь даже цена не имеет такого значения, потому что это и цена этого аромата, она не настолько уж и низкая. Это примерно как Кошарель. То есть, у Кошарель у них отличные, отличные вещи. То есть, наверное, вот от таких ароматов, которые малоизвестны или известны только вам. Если только вы не хотите приобщить человека к чему-то, чего он раньше не знал, я бы тоже остереглась от покупок такого плана ароматов. И последняя вещь, я уверена, что этот список можно продолжать и продолжать, и вы мне, скорее всего, поможете в комментариях, напишите ваши нет, которым вы следуете, когда ищете подарок кому-то. Это лимитированные издания. И я понимаю, что вот это вот Young Sexy Lovely, этого аромата его уже нет. Точнее, он потом уже был перевыпущен в кубиках, и я не знаю, в кубике он есть или нет. Наверное, еще есть. Так вот, это лимитка, это лимитка, и ее уже не найти. Вот лимитированные издания я бы тоже не стала дарить. Частично из-за того, что, естественно, если это лимитка, значит, она была выпущена давненько. И, естественно, человек не может быть уверен, что тот аромат, который он раскроет, он будет в первозданном виде. Но еще потому, что если человеку понравится этот аромат, он его просто не сможет купить больше. Вот. Еще поэтому. И в большей степени именно поэтому. На этом все. Я надеюсь, что вам это видео было интересно, что вам оно понравилось. И пишите мне комментарии, рассказывайте, по каким критериям вы не покупаете ароматы другим людям. И вообще любите ли вы покупать ароматы для других. Я это делаю, не часто, но я это делаю. И, как правило, у меня все попадает в точку. Но если бы мне кто-то подарил аромат... Я всегда все ароматы принимаю с благодарностью, естественно. Но в идеальном мире я бы, наверное, хотела, чтобы мне дали либо подарочную карту, либо мне сказали в магазин. Идем в магазин. Ты можешь выбрать любой аромат, и я тебе просто его подарю. Вот. Наверное, это идеальное. Идеальный расклад вещей. Но так как у меня очень много ароматов, для меня это лучше. Но есть же люди, у которых 2-3. И, наверное, вот эти правила, которые я вам только что рассказала, к ним стоит немножечко прислушаться, когда вы будете искать ароматы для других людей. На этом все. Я желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, теплого дня, весеннего. Я надеюсь, что звуки вас не очень расстроили, потому что, ну, невозможно. Ну, ремонт, что делать. Хорошего дня. Пока.